Быстрее, выше, сильнее. В Мариэл завершился региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре. Будущие чемпионы поборолись за право представлять регион на федеральном уровне. За состязаниями наблюдала наша съемочная группа. Юные экологи, математики, химики, а теперь и самые спортивные девушки и юноши Мариэл приняли участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Состязание по физической культуре состояло из теоретической и практической частей. Лучшие ребята получат возможность выступать на Всероссийской, но там есть определенные критерии, набрать определенное количество баллов. А лучшие на Всероссийской имеют право поступить без экзаменов в вузы по профилю. Обязательно теоретическая часть, она включает разделы программы по физической культуре. Надо сказать, что тесты очень интересные, даже для преподавателей. В практическую часть вошли комплексы по гимнастике и испытания по легкой атлетике. В спортивном соревновании участие приняли 16 юношей и 14 девушек из разных районов республики. Многие приехали на Олимпиаду с четкой целью – показать высокие результаты и выйти в финал. Ребята поделились своими переживаниями за считанные минуты до начала состязаний. Я участвовала в том году, вот сейчас последний год в школе участвую тоже. Я, конечно, всем желаю огромной удачи. Все мы тут равны, все мы друг друга будем топить. Не так уж волнуюсь, но настроена победа. Планирую связать свою жизнь с спортом, да и не только, с спортом, с здоровым образом жизни. Ну, пожелаю удачи, успехов. Может, кто-то, конечно, в любом случае не все выиграют, но главное, чтобы взяли какой-то для себя урок. Напомню, что в Морел региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников проводится по 22 общеобразовательным предметам. Завершится он испытаниями по испанскому языку 24 и 25 февраля. В этом году сложная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в проведение Олимпиады. В аудиториях соблюдаются все санитарные правила. Обязательно термометрия, обработка рук антисептиком, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений.